здравствуйте друзья я ольга кулейкина дизайнер интерьеров и руководитель бюро дизайна и архитектуры new interior сегодня я вам покажу новый проект который мы делаем для наших клиентов он необычный это квартира на васильевском острове 58 квадратных метров и там будет проживать семья из пяти человек что же здесь особенного это то что в семье три девочки и клиенты попросили сделать для них пространство в одной комнате то есть одна комната для трех девочек но должна отметить что старший уже практически 16 лет и она в скором времени переедет в отдельную квартиру но для нас задача была достаточно сложная и сейчас я вам покажу планировки когда мы пришли на объект мы увидели вот такую планировку одно большое просторное помещение санузел ванная и вот отдельно изолированное помещение на самом деле мы восстановили предыдущий вид помещений о скажем контуру оставленному на потолке то есть мы определили что вот была одна спальня то спальня понятное дело было было еще какая-то комната типа гостиной вот такая небольшая кухня и вот длинный длинный коридор это нам нужно для того чтобы определить границы кухни по потому что нельзя выходить за пределы кухни в сторону гостиной увеличение можно делать только в сторону холла а теперь переходим к вариантам в одном из вариантов мы решили сделать объединенную зону санузла и ванной здесь же находится стиральная можно поставить сушильную машину раковина расширить коридор как хотела клиентка не удалось но мы сделали шкафчик который встраивается в часть предыдущего ранее коридора если вы помните планировку от застройщика кухня вот в таком небольшом объеме но мы увеличили за счет того что холодильник поставили в нишу тоже в той части где был коридор здесь мы дополнительно рабочую поверхность под вот эти столешницы можно поставить шкафчики и здесь собственно мойка не знаю можно посудомоечную машину поставить и варочная поверхность газовая плита газ хорошо бы отделять дверкой а здесь кстати говоря мы сделали такое окошечко можно витраж можно окно прозрачный но чтобы как-то отделить гостиную от кухни здесь получился достаточно просторный стол и пять членов семьи могут здесь легко поместиться не отделяем от коридора зону гостиной для того чтобы вот это пространство визуально читалось в спальне находится два платьяных шкафа кровать в этой части кладовка и вот эта комната для трех девочек одна стационарная кровать и вот эта двухэтажная кровать как в поезде бывают с откидными такими спальными местами для того чтобы когда дневное время вот это пространство было бы больше вот это спальное место не занимало бы часть пола часть пространства комнаты два небольших полотяных шкафчика ну вот в рамках скажем такой площади 14 квадратных метров это единственное что можно было бы сделать второй вариант у нас был уже когда по просьбе клиентов рассмотреть отдельно санузел и отдельно ванную комнату соответственно шкафчик здесь при входе остался стиральная сушильная машина поместилась вот в этой ванной комнате кухню мы увеличили сделали l-образной величины также она отделяется от зоны гостиной вход в спальню через гостиную и здесь мы выделили место для двух больших шкафов один из которых в спальне родители и один шкаф в коридоре конечно же достаточно узкий получился проход в комнату девочек и здесь мы сделали тоже одно спальное и стационарное место и вот здесь по лесенкам можно по лесенке подниматься на ну второй этаж так называемый спальное место двухэтажная кровать и здесь же такой комби вариант когда это и две кровати еще здесь рабочие места тем самым освободили больше вот эту площадь такую игровую для девчонок маленьких еще вариант который все больше больше нас приближает к желаемому здесь я покажу только детскую расскажу о ней потому что в итоговом согласован варианте все остальное также было спальня гостиная с кухней ванная комната а в детской комнате мы предложили два рабочих места возле окна на как нам сказали клиенты что три рабочих места не нужно малышки четырехлетний пока не требуется одно спальное стационарное место и двухэтажная с откидными элементами спальными местами кровать двухэтажная два небольших плотяных шкафа комнату эту мы увеличили за счет гостиной чуть-чуть сюда сдвинули потому что там меньше 14 метров квадратных было мы сделали чуть побольше и она не такая продольная не такая продолговатая соответственно не больше всего помещается а теперь мы переходим к заключительному варианту согласованную тут я уже подробно расскажу мы расширили зону зону входа за счет того что передвинули стену стенку ванной комнаты здесь стало попросторнее поставили пуфик и здесь потом вы увидите вешалочки щиток мы закрыли шкафчиком которым можно разместить полочки и на визуализации вы видите что здесь мы еще сделали открытую консоль ванная комната объединенная которая включает себя унитаз ванну достаточно просторную метр восемь есть раковину и вот за закрытой дверцей размещается такой хозблок для стиральной сушильной машины или можно поставить только стиральную на ней корзину для грязного белья кухня или образные формы и вот здесь мы два кухонных шкафа разместили в проеме между двумя окнами в этой части стол для семьи примыкает к стене и здесь небольшой диванчик напротив дивана телевизор с как бы консолью но впоследствии нам клиент сказал что ему нужны определенного рода стеллажи для моделей самолетов и вот это я покажу же на визуализации в спальне у нас получилось такое размещение первую часть длинного продолговатого помещения мы отделили как гардеробную зону в этой части полки в этой части можно одежду дальше за дверью вот это помещение более квадратным стало располагается два плотина шкафа и спальное место большая кровать с тумбочками по минимуму говорил клиент люблю минимализм не только в дизайне но и в количестве вещей здесь получился шкафчик для плотиной для одежды в ну можно сезонную одежду хранить а вот детскую комнату для трех девочек мы разделили на две зоны первая зона возле окна здесь можно было бы поставить кроватку либо как клиенты попросили раздвижной диванчик напротив спальное напротив рабочее место то есть здесь стеллажик то есть где старшая девочка 16 лет не может поработать а вот эти раздвижные дверки можно открыть и объединяется комната с двумя малышками четырехлетний десятилетний но старшая может закрыться за этими дверцами и у нее свой такой маленький уголок у окна на визуализации вы увидите что эти дверцы раздвижные перегородки они прозрачный дневной свет сюда проникает рабочее место нам сказали оставить все-таки одно и один небольшой плотиной шкаф а вот эти спальные места когда кроватки разложены тут получается достаточно узкий проход но в дневное время вот эти как бы спальные места поднимаются и получается что вот только вот такая небольшая полочка закрытая как вы увидите на визуализации и пространство довольно большим становится как игровое демонстрацию визуализации этой квартиры я начну с согласованных картинок дело в том что пространство кухни столовой гостиной и холла была согласована с первого раза перед вами входная группа помните где щиток я показала сказала что будет закрываться небольшим шкафчиком на шкафчик от пола до потолка там можно разместить полочки и ну что-то небольшое поставить какие-то щетки для обуви какие-то вот небольшие предметы первую очередь нам надо было закрыть этот щиток вторую очередь сделать это все функциональным также мы решили разместить здесь такую небольшую консоль чтобы когда приходите домой можно бросить сюда было перчаточки ключики от машины там или от квартиры в этой части находится пуфик о котором я говорил и немного видно что вешалки для одежды там для какой-то мокрой одежды и вот здесь вот часть на переднем плане тоже часть гостиной видно это скажем коридор который ведет в зону где будет размещаться платяной шкаф между спальней вот детской вот с левой стороны и спальней с правой стороны все это мы выкладываем плиточкой а вот в этой части паркет это уже гостиная зона и самое главное в гостиной для нашего клиента для хозяина квартиры было сделать стеллажи стеллажи для моделей самолетов может даже на самом деле сделали вариант разработки видимо в реализации это будет иначе мы дополнительные полочки уже сюда тоже предусмотрели потому что вы жена взглянула и горит боже мой здесь не поместятся все его модели вот поэтому может даже эскиз сбросили так сказать по почте и он сказал да сделаем больше полочек если клиент захочет сделать эти скажем стеллажи закрытыми то закроем просто стеклом выглядит будет точно так же на каких-то магнитах открываться закрываться но чтобы может быть меньше пылилась потолки клиент сказал будет делать натяжные и соответственно ну чтобы минимализировать опуск потолка ну и вообще ему просто нравятся натяжные здесь небольшая высота потолка поэтому мы старались максимально ну как бы это учесть и показать вот в этой части вы видите фрагмент кухни то есть это отделка шпоном также как и фасады на кухне шпон планируется такой же как у меня вот здесь стол орех может быть на визуализации он получился более таким красноватым как махагон на самом деле это планируется орех вот такая небольшая компактная получилась зона гостиной столовой то есть диванчик напротив телевизора достаточно узкий проход поэтому мы сюда даже не ставили никакой журнальный столик он не потребуется ближе к окну находится столовая зона и над ней мы зафиксировали люстру чтобы выключить например основное освещение вот такие видите виде стаканчиков светильники и сделать более уютное освещение безусловно искусство украшает этот интерьер потому что планировалось просто сделать крашеные стены даже никакие обои не использовать только в спальне вот клиентка сказала хотя бы в спальне я бы хотела обои но крашеные стены они дают возможность менять интерьер в течение жизни надоел например серый нейтральный цвет который сейчас уже во многих и моих проектах и у моих коллег присутствует захотели какие-то другие оттенки использовать вы всегда это можете перекрасить в гостиной зоне парке там уже плиточкой вот мы видим какие-то шкафы для техники вместо таких обычных штор в пол мы решили предложить клиентам сделать римские шторы которые очень актуальны в зоне кухни вот это вид на диван где лучше видно диваны и картину это на стеллажи зоны телевизора в этой части мы видим как со стороны окна часть коридора стены коридора мы решили сделать в отделке зеркалом для того чтобы расширить пространство коридора ведь получается пространство кажется в два раза больше такой конечно длинный может быть коридор но все равно визуально пространство увеличивается этой затея понравилась клиентки и многие из вас скажут ну как же вы такие зеркала там надо часто мыть на готовых мыть и и и это ни коим образом не пугает то есть возможность расширить пространство с помощью зеркал ее радует больше чем те неприятные моменты в которые придется эти зеркала мыть это несложно вот фрагмент кухни мы видим второе окно здесь его как бы не видно она тоже будет оформлена с помощью римской шторы и кухня выполнена в двух цветах без ручек нижняя часть в сером цвете то есть в оттенках входной зоны и верхняя часть шпон помещение ванной комнаты было согласовано тоже сразу здесь мы используем два варианта плитки одна из которых гладкая но ближе похоже может быть под бетон 2 фактурная разделяем с помощью молдингов мы такой прием уже в некоторых проектах использовали здесь же уже полюбившиеся многим нашим зрителям многим нашим клиентам и мне лично фурнитуру или смесители в черном цвете здесь вот видите стеклянная шторка которая отделяет ванну ну и чтобы душ принимать было бы удобно тоже вот с такой шторкой за зеркальными такое зеркало с серым таким дымчатым оттенком можно спрятать коллекторы там счетчики воды и все прочее там какие-то полочки поставить для туалетного черная клавиша смыва унитазом в этой части вы видите разместили гигиенический душ можно было бы заказать унитаз беден но это более дорогая позиция здесь мы рассматриваем более бюджетное решение естественно есть полотен сушитель раковина на одни шкафчик его иногда называют аптекарским то есть небольшая глубина шкафа чтобы там можно поставить какой-то крем духи какие-то бритвенные принадлежности и по периметру идет такая симпатичная подсветка для того чтобы лицо освещалось когда вы там не знаю кто-то наносит макияж а кто-то бреется черные крючки вот все как бы черный предмет и здесь вот такая длинная ручка а самое главное что все двери будут в потолок это было главное пожелание клиента ему такой вариант нравится то есть мы не формируем дверной проем а мы делаем дверной проход и когда дверь открыта будет создаваться впечатление когда дверь не видно что в принципе здесь отсутствует дверь и помещение будут казаться перетекать одно и другое при открытых дверях здесь мы видим лучше как у нас размещено оборудование но для ванны это верхний душ на штанге ручной душ и для набора в ванну тоже смеситель хотя вы знаете наверняка кто внимательно смотрит все мои видео что есть возможность делать наливать ванну воду через перелив слив перелив эти зеркальные дверцы за которыми прячется стиральная машинка и вот этот вариант клиентам понравился сразу он был согласован а теперь мы перешли к самому главному помещению которое вам показывала на планировке и теперь вы увидите в разработке визуализации вот за этими раздвижными дверцами с матовым стеклом находится зона для старшей дочери куда она будет прятаться своих младших сестренок закроется и никто не будет мешать там есть рабочая зона и вот ну как бы спальное место вот это справа слева кроватки которые видимо освободили пространство здесь можно играть девчонкам тем которые помладше и кто-то может там делать уроки по очереди шкаф плотиной выбрали здесь обои обои с попугайчиками чтобы такое что-то вот было нейтральное и не сильно девичье да без всяких этих розовых оттенков ну а желтый цвет на мой взгляд очень хорошо у нас в санкт-петербурге смотрится потому что очень много пасмурных дней и вот кусочек солнца чтобы находился в помещении а здесь вид на вот эту вот кроватку здесь платяной шкаф с другой кроваткой и видно кусочек рабочего места там уже покраска только используется а таким образом будет выглядеть спальные места когда кроватки разложена вот девочка старшая отделилась от младших а вот и здесь их можно положить спать предыдущий вариант был не согласованным цветовая гамма яркая все-таки клиентке не понравилось она попросила следовать ее пожеланиям в более влеклой гамме очень понравилось сочетание белого да то есть такие нейтральные кита цвета и чуть-чуть с таким мятным сочетанием посмотрев предыдущую визуализацию клиентка решила что все-таки наверное не хватает каких-то мест хранения и попросила куда-нибудь еще их добавить говорит давайте добавим может быть над этими кроватками но не будет ли это давить может быть это бы давило поэтому я сразу предложила вариант сделать верхние шкафчики зеркальными дверцами каждый день девчонки маленькие не будут пользоваться но там можно много чего-то хранить да и получилось вот такое решение и мы еще на самом деле раздвинули вот этот вот проем с дверцами смотрите как получилось просторно заменили кроватку на креслице использовать стали искусство надеюсь искусство будет здесь написанное именно самими девчонками даже детских комнатах наверное имеет смысл пока девчонки маленькие чтобы они творили и их работами украшать интерьер вот получилась такая композиция стена полностью занята шкафчиком но при этом нет тяжести потому что здесь все-таки вот эти зеркала добавили и полки открыты в этой части видно плотяной шкаф и наверное потребуется тот самый шкаф который вы видели в самом начале видео в конце коридора он рядом с детской находится скорее всего это будет запасной шкафчик для девчонок вариант когда кроватки разложены только в более нежных оттенках такой им понравился и этот вариант был согласован перед вами согласованный вариант спальни если вы хотите увидеть не согласованные варианты парочку вы их можете посмотреть у нас в инстаграм надеюсь многие из вас на него подписаны и там есть новая функция вы можете нажать на колокольчик так же как и на канале youtube и вам будут приходить оповещения о выходе новых наших постов и каких-то еще сообщений визуализация спальни у нас сделано согласно выбору клиентки того самого фото панно за кроватью инстаграм мы поставим варианты при которых наш был выбор но и очень понравился вот этот вот такой яркий мятный оттенок а все остальное нейтральное и нужны были только брать для чтения и люстра в центре помещения мы сделали ее с латунными элементами ну как бы выбрали наверное такой вариант и будет уже при согласовании комплектации вот этот оттенок по решили еще добавить в кант шторы и вроде получился такой тоже опять же нежный вариант спальни здесь вы видите за двумя шкафчиками такое большое зеркало а где же вход спросите вы вот здесь вот эта вся дверь зеркальная так можно сделать и этот вариант согласован клиентами потому что встал вопрос о том что а где же посмотреться в полный рост то здесь полностью зеркальная стена и в ней есть еще дверь дверь здесь тоже до потолка это вид в спальню со стороны помните по планировке там была такая гардеробная мы ее отделили от спальни вот открытая дверь зеркальная здесь зеркале что-то отражается и вот здесь за раздвижными дверцами будут полки а в этой части за раздвижными дверцами будет шкафчик платяной вот так быстро я вам показала квартиру 58 квадратных метров на васильевском острове где особо примечательным было то что мы сумели разместить трех девочек в одной комнате 14 квадратных метров если вам понравилось это видео то обязательно ставьте лайки если было что-то непонятно то задавайте вопросы я постараюсь на них ответить традиционно не забывайте про инстаграм ну а сегодня всем пока